всем привет и в сегодняшнем видеоролике я вам покажу одну из своих последних новинок от производителя neo skill models в масштабе 1 к 43 и мы рассмотрим престижный седан volvo 164 который копирует прототип 69 года с 3-х литровым 6-цилиндровым двигателем и подобный volvo у neo уже выходил до этого только в других цветах в этом цвете модель поступила в продажу буквально пару недель назад и у neo было представлено два типа 164 volvo первый тип это автомобили 69 года для европейского рынка и neo показал этот автомобиль в трех вариантах окраски машина темно-зеленого цвета металлик также автомобиль золотистого цвета и по-моему небесно-голубого цвета тоже была модель у neo и второй тип это автомобили для американского рынка модернизированная версия 74 года у нее были другие дверные ручки колесные диски иные бампера также была видоизменена панель приборов сиденья задние фонари и другая мелочевка которая на модели по-моему не была представлена и что касается данной модели которую вы видите на ваших экранах то это тоже не совсем серийный образец это финальная предсерийная версия у нее немножко темнее цвет кузова чем на серийных моделях и по-моему на этой модели также улучшенный салон в серию пошли модели с чуть упрощенным вариантом салона я вам приготовил еще одну предсерийную volvo 164 которая есть в моей коллекции возможно вы эту модель могли видеть в одном из моих видеороликов в начале года когда я вам показывал 70 предсерийных экземпляров от этого производителя и давайте распакуем коробочку посмотрим на этот автомобиль поближе расскажу что мне понравилось в этой машине что не очень понравилось и что можно было бы сделать и лучше здесь коробка не претерпела каких-либо существенных изменений по сравнению с предыдущими моделями от этого производителя только поменялась картонка на ранних volvo 164 она была черного цвета теперь она голубого цвета снизу есть различная информация которая касается масштабной копии есть наклейка с артикулом по которому вы можете заказать модель в онлайн интернет магазинах также указан масштаб цвет темно-синий и марка volvo естественно эти модели изготавливаются в китае модель несмотря на то что она сделана из полимера довольно тяжелая и если например не знать что эта модель из эпоксидной смолы взять ее в руки то покажется что она металлическая и volvo у neo не единственная модель в 43 масштабе например 164 volvo были и у x у моделс и в коробочках whitebox также в коробках premium x все эти модели были сделаны на одной пресс-форме также был самый бюджетный вариант который выходил в журнальной серии посвященной полицейским машинам мира по-моему даже в россии продавалась эта серия и там volvo был представлен в окраске полиции швеции эти модели в сравнении с neo проигрывают у них мне не очень нравится светотехника здесь тоже есть некоторые замечания но на мой взгляд эта модель смотрится более достоверно и она более нарядная еще вполне хорошая volvo была у brooklyn models у brooklyn превосходное попадание в масштаб также правильная геометрия кузова но детализация той модели была как будто из прошлого века и модели от бруклина на мой взгляд больше напоминают раннюю продукцию agata хотя у этих моделей тоже есть свой клуб почитателей и модели от brooklyn тоже довольно хорошо ценятся среди коллекционеров масштабных копий здесь прекрасно проработан салон он полностью окрашен окрашены также элементы обшивки дверей прекрасно сделана панель приборов есть декаль имитирующая деревянные вставки на рулевом колесе есть также элемент из фототравления и что мне нравится на этой volvo так это то что здесь окантовку на стеклах сделали также из фототравления я уже неоднократно говорил в своих видеороликах то что на многих новых моделях от этого производителя окантовка на стеклах упрощена она или просто обозначена краской или делается из тоненькой фольги и с фольгой на мой взгляд еще больше проблем она также со временем отклеивается как детали из фототравления только если элемент из металла вы можете аккуратно приклеить обратно без каких-либо последствий то фольга или рвется или образуются складки вы можете нечаянно пальцем ее оборвать и поэтому я не приветствую такие скажем так упрощения в кавычках улучшения а лучше оставлять детали как есть да они отклеиваются но при правильной сноровке вы можете их без проблем поставить обратно в этой модели также присутствуют элементы из так называемые хромированные фольги например окантовка на колесных арках и вы видите что в некоторых местах фольга уже на моей модели начинает отходить нужно будет ее аккуратно подклеить и за эти места руками лучше не беритесь потому что вы можете просто оставить эту деталь на своих пальцах здесь хорошо проработаны колесные диски хромированные колпаки есть значки с буквой в также довольно хорошо проработаны покрышки и на этих моделях покрышки не оплавляют колесные диски хотя у меня в коллекции есть две модели от neo у которых к сожалению покрышка начала плавить колесный диск это по моему была chevrolet monte carlo и второй автомобиль ford thunderbird я тоже как-то вам его показывал в одном из своих видеороликов здесь также присутствует крышечка на лючке бензобака в целом довольно хорошо смотрятся задние фонари но эти детали можно было бы сделать и лучше здесь самый элемент просто хромированный затем лаком нанесен поворотник и стоп-сигнал допустим если бы эти детали сделали из прозрачного пластика они смотрелись бы намного лучше есть шильдик volvo 164 и по сравнению с ранними моделями у этого варианта есть некоторые упрощения на первых моделях 164 volvo от neo присутствовали номерные знаки здесь уже этот элемент упразднили также присутствует выпускная система есть брызговики из фототравления и на задних брызговиках присутствуют надписи volvo так что в принципе вот такая довольно хорошая модель что касается настоящего автомобиля то эта машина была логическим продолжением 144 модели машина должна была конкурировать с бмв с мерседесом с ягуаром но в принципе эта машина в европе не пользовалась большим спросом в основном ее экспортировали в соединенные штаты я также вам покажу для сравнения бмв из того же класса вы можете посмотреть что у volvo примерно такие же габариты и по дизайну машина тоже примерно из той же эпохи конечно бмв смотрится более стремительной но бмв и стоили дороже чем volvo хотя volvo тоже были недешевые автомобили у нас например эти машины продаются наравне с мерседесами и покажу вам также предсерийный образец который есть в моей коллекции и мы посмотрим какие отличия у двух автомобилей самый первый предсерийный образец был еще более темный чем вот эта предсерийная модель и получается если в коллекцию докупить еще тот вариант который сейчас в продаже то у вас по цветам будет три оттенка также мы видим что на предсерийном образце салон немножко другого цвета здесь он более коричневый на втором варианте он имеет красноватый оттенок панель приборов здесь точно такая же днище у модели особо ничем не отличаются не буду откройте вторую модель от подставки не вижу смысла в принципе на втором варианте все и так понятно у некоторых моделей от neo днище представляет просто обычную плоскую планочку здесь пытались что-то изобразить карданный вал задний мост выпускная система но конечно вот такое исполнение оставляет желать лучшего даже на многих журнальных изделиях днище сделано намного копейни но не стоит забывать что эта модель сделана из полимера у них вообще априори днище не прорабатывается так что вот такая замечательная модель которую я хотел вам показать в этом видеоролике пишите ваши комментарии есть ли похожие volvo в вашей коллекции хотите ли вы увидеть обзор на модернизированную версию для американского рынка тогда я тоже поищу в какой коробочке она у меня лежит и сделаем сравнительный видеоролик где посмотрим две масштабные модели что касается других модификаций 164 volvo от других производителей то у меня их в коллекции нет видел в живую модель от premium x она более-менее нормально сделана стоит своих денег если вы приверженец модели из металла то можете смело покупать ее в свою коллекцию журнальный вариант покупать думаю не стоит все же слишком много упрощений и после всех доработок модель по цене будет стоить также как вариант от иксу от whitebox если вы поклонник модели brooklyn models то можете тоже смело покупать эту машину она тоже стоит своих денег не забывайте поддержать это видео лайком если оно вам понравилось также вступайте в мои группы в социальных сетях вконтакте и фейсбуке и жмите на колокольчик чтобы не пропустить уведомления о выходе новых видео на моем канале и на сегодня это все до новых встреч пока